Всем привет! Вы на канале Вкусно Дома и с вами я, Ольга Молодцова. Сейчас сезон черешни и я не могу этим не воспользоваться. Поэтому сегодня у меня будет очень вкусный десерт. Шоколадные каркейки с черешней и йогуртовым кремом. Для этого нам понадобится для бисквитной основы одно яйцо, 25 г муки, 25 г какао, 50 г сахара и пол чайной ложки разрыхлителя. 300 г черешни. Для крема нам понадобится 200 мл йогурта, у меня вишневый, 8%, также 200 г творожного сыра. И для пропитки 50 мл воды и 40 г сахара. И для начала нам нужно завести тесто. Для этого яйцо взбиваем с сахаром до плотной вышной пены, несколько минут, минут 5-7. Взбили яйцо отдельно до пышной пенки и теперь добавляем сахар. Постепенно, за несколько раз. Масса посветлела, увеличилась в объеме и теперь мы добавляем муку, аккуратно размешиваем ее, добавляем какао, также аккуратно промешиваем и разрыхлитель. Теперь наше шоколадное тесто раскладываем в специальные бумажные формы для выпечки. Раскладывать тесто нужно понемногу, так, чтобы они закрыли дно, потому что в эту формочку мы будем еще укладывать крем с ягодой. И теперь наши капкейки нужно выпекать на обычной программе вверх-вниз на 180 градусах. Пока наши капкейки выпекаются в духовке, можно сварить пропитку. Для этого нужно всего лишь вскипятить воду и добавить туда сахар, проварить несколько минут, а затем остудить. Наша пропитка варилась 5 минут, вот такая красивая она получилась. Теперь нужно ее просто оставить и дать полностью остыть. Сейчас нам нужно удалить косточки из черешни, при этом оставим несколько самых красивых штук для украшения наших капкейков. У меня для этого есть такое приспособление, вы можете сделать это любым удобным для вас способом. Черешня довольно крупная ягода, и для таких маленьких аккуратных капкейков, я думаю, ее стоит разрезать пополам. Из приготовления нам осталось сделать только крем. Этот крем делается очень легко и просто. Нужно творожный сыр смешать с йогуртом и слегка взбить. Вот и все. Сахар в него добавлять мы не будем, потому что достаточно сахара в самих капкейках и в сахарном сиропе. Для начала ложечкой разомнем этот крем, потому что сыр достаточно плотный, а затем уже взобьем венчиком. Наши капкейки выпекались 20 минут. Я дала им немного остыть. Невероятный аромат шоколада витает во всей кухне. Наш сироп тоже уже остыл, и теперь самое время им пропитать капкейки. Теперь раскладываем нашу черешню по несколько штук. Нам осталось украсить наши капкейки кремом. Для этого можно использовать кондитерский мешок или кондитерский шприц. В крайнем случае можно просто выложить его ложечкой. И финальное украшение ягоды черешни. Вот такие нежные и вкусные шоколадные капкейки со свежей черешней у меня сегодня получились. Ставьте лайк, если вам понравился этот рецепт. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Заходите в мою группу ВКонтакте и в Инстаграм. Все ссылочки я оставлю в описании под этим видео. Ну а на этом у меня все. Всем приятного аппетита! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok